не летит снизить количество подкожного жира только за счет увеличения физической активности будешь снижать количество подкожного жира, Тань? летит! ааа, не летит! мы снимаем самолеты из окна иногда они летят очень близко, иногда дальше вчера летел самолет прям почти под окном, чуть крылом не царапал окно обязательно ребят, если вы беретесь за какую-то программу, тренировок и питания ну мне нравится этот мужик то есть тебе все равно о чем он говорит? да, абсолютно, я просто смотрю на него снизить количество подкожного жира подкожный жир ах ты друзья, сейчас я стою в очереди у магазин Nike потому что там какие-то или скидки или привезли новую модель кроссовок в общем непонятно но скорее всего я думаю что просто скидки на все 50% просто огромнейшая очередь в магазин во все остальные там Adidas, Puma, никто не стоит Таня присоединилась в очередь но очередь как-то не двигается вообще постояли мы в очереди и попали в магазин я вам скажу что здесь какой-то ширпотреп вообще что попало, какой-то склад да я вижу что оно все какое-то непонятное что люди сюда все рвутся ужасно вещи выглядят сейчас что-то такое интересное, то что ты сюда пошел? ну что ж, вышли мы с этого магазина я не думал что мы что-то купим там но мы купили и угадайте что вот наш огромный чек мы купили одну пару кроссовок угадайте для кого? да, покажи посмотрите на это чудо это же кроссовочки для Гуфи мы купили подарочек для Гуфи и придем сейчас в отель и обрадуем его давай сделаем заставку для видео и назовешь типа у нас пополнение я тебе что, дебил какой-то эти кроссовки стоили кстати по скидке 78 лир а перед этим они стоили 200 лир главное что Гуфи понравился розовый цвет и форма как раз такая как у Гуфи ножки правда у Гуфи одна ножка больше второй он у нас немножко недоразвит они разные, я посмотрела а разные? они еще и кривые? да, смотри, видишь, здесь носок круглый а здесь более квадратный то есть кроссовки тоже кривые, как и Гуфи ну все правильно, да бери эту тебе нравится? ну и твой выбор, Таня вот начали продавать винтажную Барби и такой она была еще 70 лет назад это самая первая Барби так выглядела присели мы с Таней опять в заведении И сейчас Таня вам покажет, какую куклу она выбрала. Покажи. Поделись радостью. Вот, смотрите. Сейчас откроем. Вау. Так. У нее костюмчик от Шанел. Похоже на Веронику Степанову. Смотрите, какие колготочки. Секси ножки. Забирай. Закрывай гробик. У меня здесь бурление происходит. А Таня ест жареное мороженое. Да, только оно вытекло и лопнуло уже. Пока его несли, оно лопнуло. Ну что ж, мы сейчас с Таней в аэропорту. Провожу Таню в Киев. Гуфи в маске. В аэропорту заставили всех одеть маски. У нас для тебя кое-что есть. Ты меня слышишь? У нас для тебя есть подарок. У тебя еще никогда не было. Куда ты заглядываешь? Подожди. Подожди. Гуфи, подожди. Гуфи. Это твои первые найки. Гуфи. Твои первые кроссовки фирменные. Смотри, что ты делаешь. Давай мерить. Да хватит нюхать. Давай мерить. Че ты молчишь? Хочу кошелочки. У Гуфи сначала появились носочки, а потом уже кроссовки первые. Потому что Гуфи раньше не умел ходить. Померяем его первые кроссовки найки. Вроде бы похоже, да? На вырост. А че на вырост? Большеваты немножко. Нет. Смотрите, какой размер кроссовок. Просто полтора. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Отдай Гуфи. Гуфи мои туфли померял. Что-то трусы уже грязные у него. Они порвались. Нужно подшить их. Первая обувь, которую Гуфи надел, это были мои туфельки Валентина. Которые ты, кстати, ни разу никуда не обула. Дома ходила в них. И Гуфи тоже их примерял. Пока ты не видела. Да, первые туфельки. Смотри, вроде подошли. Кстати, у Гуфи разные ноги. Гуфи Гэнг. Смотри. Ой, это очень смешно. Подошло? Да. Смотри, сам стоит. Ого, круто. Научился сам стоять. Мы делаем для Гуфи фотосессию. В его первых кроссовках. Он очень довольный. Всем привет, дорогие друзья. Наверное, вы уже поняли, что я все-таки поехал вместе с Таней в Киев. И я сейчас нахожусь в поезде. И я сейчас отправляюсь к родителям на дачу. Потому что я своих родителей не видел полгода. Вот таким вот образом выглядит купе. Этот вагон поновее. Поприятней. Есть даже розетка с USB. Все работает. Но в самом купе очень жарко. Я как будто в сауне нахожусь. Нереальная духота. Я вам признаю, что я до последней минуты, до последнего часа не знал, что я поеду вместе с Таней в Киев. Я планировал, что Таня поедет в Киев, а я перемещусь в Дубай. Потому что особо сейчас аналитет на Тим нет. Но вчера открыли въезд в Сейшелы. Поэтому можно смело отправляться на Сейшелы. Это отличный вариант. И еще меня очень сильно порадовала погода в Киеве. Я даже носки снял, потому что нереально жарко здесь. Можно даже было и не брать эту курточку. Вот такую бутылку воды мне принесли. Бонусом. Конечно, пейзажи за окном крайне мрачные. Но самое забавное, что билет на этот поезд стоил дороже, чем билет на самолет. Я еще только что задумался, что я реально за эту зиму не видел снега. Ну что ж, я уже у папы в машине. Не виделись мы полгода. Папа говорил, что сделали новые дороги даже. Но я как-то пока что не вижу. В селе не сделали. Вот в селе, до села сделали. А в селе никто не здесь. И ничего не делал. Они очень тупо сделали дорогу. То есть они уложили асфальт только между поселками. А в поселках не сделали. Так тупо, то есть в населенных пунктах нет дороги. Вот, началось. И только выезжаем с населенного пункта, начинается дорога. Да, я вам разметка нарисована. И разметку сделали, и знаки повесили. Ну, послезимые песок. А вот и новая дорога. Раньше здесь не выйдешь. Да здесь такие колдой. Непонятно, сколько пролежит эта дорога. Сколько она прослужит. Тут вот это все сплошняком поделали. Ты же видишь. А тут нельзя было по-другому. Тут же... Тут сплошные ямы были. Да, тут же нельзя было. Вон, смотрите. Да. Чем тебе не дорога? Дрифтуй. Ну, это, конечно, приятный бонус, что сделали дорогу. Но огорчает, почему в населенных пунктах, казалось бы, по логике, в первую очередь нужно в населенных пунктах, там, где люди живут, ездят и дети на велосипедах, хотят на роликах кататься. Мы не верили глазам, когда начали делать дорогу. То есть, это было что-то из разряда фантастики, что в наше село сделают дорогу. В это поверить было нереально. Нонсенс. Да. Ты знаешь, что тут было. О, тут сделай. Я ненавидел этот участок. Ну, тут сплошным положили. А тут нельзя было по-другому, понимаешь? Хорошо, хоть здесь есть. Ну, тут дети хоть на роликах смогут кататься или велосипедах. Так я уже видел. Да? Да, не на роликах, а на доске. Да, на скейтборде даже. Некоторые ямы и поставались. Решили, там, где можно нормально объезжать ямы, не будем класть асфальт. Ну да, я сейчас объезжаю. Папа тут каждую яму знает. Сейчас у нас в селе, опять же, никто не видел. Тут просто была дорога еще со времен СССР. Со времен СССР. Да, то есть, как ее уложили где-то лет, ну, 40 назад, наверное, в 80-х годах. Вот так по ней ездили. В этот раз папа сказал, что спускаться вниз не будет, потому что только недавно стало тепло, и там еще ненадежная дорога. Ну, можно, посмотрите. Ну, я вижу. Нужно, чтобы просохло. Ну да, за раз мы тут все, конечно, не спустим. А у тебя еще и... Ну да, еще мой багаж. Так, это для мамы. Цветы. Смотрите, папа установил здесь шлагбаум, и он мне предлагает пролазить под низом. Удобно. Очень удобно. Где газон? У мамы сегодня большая стирка, да? А вот смотрите, моя елка. Так она и не выросла. Она больше не стала, но она прижилась, самое главное. Там не верхушечки. Я думал, она хоть немного выросла. А газон зарос, вон, смотри, как видишь. Под снегом была трава, да? Надо ее посеять везде такую. Так вот уже, боже, вот крота. Родители жалуются на крота, потому что он все время роет там, где мы посадили кусты. И приходили куры, и поскидывали всю кору, которую мы укладывали. Это когда нас не было, приходи, они вот тут. Куры пасутся тут, но кусты немного подросли. А, это стулья попадали? От болота, я еще не мыл, не чистил. Это ветром поскидывало стулья? Нет, это такой ураган, что они там внизу валялись. Откуда же тут ураган? Тут же в яме. Тут такой ураган, он не совсем же ж легкий. Ну да, он тяжелый. А его снесло. Ну, погода сегодня отличная, конечно. Скоро все позеленеет. Ну да, немного, конечно, кусты подросли, но я думал, что они будут расти быстрее. Новые скворечники висят, красивая кормушка. У нас с Таней другая получилась. Смотрите, как кот изменился. Жирный кот стал. Я кота вообще не узнал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok